Здравствуйте! Мы продолжаем серию интервью с руководителями депутатских фракций в Законодательном собрании Владимирской области. Сегодняшний гость эфира Сергей Викторович Корнишов, вице-спикер Зак Собрания и руководитель фракции ЛДПР. Здравствуйте, Сергей Викторович! Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего разговора – это деятельность вашей фракции за последние три года. Расскажите, пожалуйста, о работе вашей фракции за последние три года со времен выборов на предыдущий созыв. Какие основные вехи работы вашей фракции? Работа нашей фракции, наверное, в принципе, ничем не отличается от работы других фракций в Законодательном собрании. Как вы знаете, у нас четыре депутата в Законодательном собрании, восемь комитетов, которые в Законодательном собрании находятся. И таким образом мы распределили свои обязанности, и каждый депутат фракции ЛДПР работает в двух комитетах. Таким образом мы полностью погружены в повестку и работу Законодательного собрания, и знаем, какой комитет какую работу проводит. За три года я считаю, что каждый депутат фракции ЛДПР очень благотворно работал, вникал в работу своих комитетов. Кроме комитетов очень много было рабочих групп, которые уже некоторые прекратили свою работу, некоторые до сих пор продолжаются, а некоторые будут продолжены до конца нашего созыва. Рабочие группы, я вот сейчас, наверное, на память скажу, что их точно, наверное, больше 20. В принципе, я стараюсь в каждую рабочую группу как депутата, как руководитель фракции входить. Есть рабочая группа, которая носит исключительно такой технический характер, как рабочая группа по изучению вопроса совершенствования межбюджетных отношений между муниципальными образованиями и областным бюджетом, когда обсуждаются вопросы распределения бюджетных денежных средств, в том числе и вопросы, касающиеся транспортного налога, как вы знаете, налога НДПИ на добычу полезных ресурсов и многие другие. Есть рабочие группы, которые затрагивают, наверное, интересы жителей Владимирской области. Были такие рабочие группы созданы, как рабочая группа по строительству трассы М-12, когда жителей некоторых муниципальных образований очень волновал вопрос, собственно, самой трассировки трассы и прохождения ее по территории Владимирской области. В эту рабочую группу я лично на заседании законодательного собрания предложил войти всем заинтересованным депутатам, депутатам-одномандатникам, в первую очередь, которые представляют интересы жителей Владимирской области. И мы очень плодотворно поработали с главами муниципальных образований, которые также присутствовали на сходах жителей, для того, чтобы минимизировать все вот эти вот риски прохождения трассы с домами жителей, с населенными пунктами. И я считаю, что, в принципе, эта рабочая группа, в которой мы принимали участие, она очень хорошо, ну, позитивно, то есть мы смогли донести до Автодора, до руководства администрации области, все те проблемы, которые волновали жителей. И сейчас уже мы видим, что трасса М-12 строится и будет построена. И можно такой плюсик поставить, что ни одно домовладение не затронуто с пристроительства этой трассы. Как изначально предполагалось, вы помните, что и сносить дома, и покупать земельные участки. Но я считаю, что мы вот этот этап прошли благодаря именно работе депутатов законодательного собрания в рабочей группе при администрации Владимирской области. Вы говорите много про рабочий процесс. А может быть, выходили вы с инициативами с какими-нибудь, может быть, законодательными? Потому что, как известно, основная работа депутата – это законодательство. Да, совершенно верно. Это законотворческая деятельность. И я лично вносил свои инициативы, которые некоторые нашли отражение в своем действующем законодательстве. Некоторые – нет. Я был инициатором снижения транспортного налога на маломерные водные суда. Ведь у нас есть такие крупные артерии водные, как река Клязима, река Ака. И на встречах с гражданами именно муниципальные районы Муромский, Беленковский, Везняковский, Горховецкий, где люди живут непосредственно вблизи водных артерий, пользуются маломерными судами. И мы посмотрели, что у нас транспортный налог на моторной лодке был приравнен от Московской области. И это приводило к чему? Что люди транспортные средства не регистрировали, а регистрировали, находили возможность регистрации их в соседних областях, на родственниках Нижегородской, Ивановской области, Рязанская. И по большому счету, за счет того, что у нас высокая ставка налогообложения от транспортных средств, моторные лодки, налоги уходили в другие субъекты Российской Федерации, они оставались здесь. Поэтому мы посмотрели, я внес эту инициативу, коллеги из других фракций политических ее также поддержали, Каменов Роман Валерьевич, Лашманов Игорь Викторович, и налог транспортный снизился. И сейчас, по сведениям из налоговой инспекции, то есть количество маломерных судов стало возрастать, регистрировать, ставить их на учет. Поэтому за счет того, что налоговая ставка снизилась, бюджет, дополнительные средства начали получать. Ряд федеральных законопроектов вносили мы от фракций. Для того, чтобы Государственная Дума рассмотрела тульную инициативу от субъектов Российской Федерации, нужно, чтобы в законодательных органах власти субъектов Российской Федерации из большинства была такая инициатива Государственной Думы, после чего они переходят к рассмотрению этого вопроса. Фракции ЛДПР, как в законодательном собрании Владимирской области, так и в других субъектах Российской Федерации выходили с инициативой индексации пенсий работающим пенсионерам. Известно, что у нас пенсии с 2016 года не индексируются, поэтому фракция ЛДПР призывала и призывает все-таки к индексации, потому что получается дискриминация определенного количества граждан, которые чувствуют еще в себе силы работать, какой-то дополнительный доход к пенсии получить. Но, к сожалению, по факту основная пенсия не индексируется, поэтому большая часть уходит в теневой заработок, работает неофициально. Это также получается, что налоговая база от этого страдает, и страдают сами пенсионеры работающие. Но, к сожалению, эта инициатива не нашла поддержки ни у нас, в законодательном собрании Владимирской области, ни в части двух других субъектов Российской Федерации. Носили также федеральные законы, касающиеся опекунов, детей-сирот. У них разовая выплата ежемесячная – 10 тысяч рублей в месяц. Она точно так же никак не индексируется. Мы также выходили с инициативой ее ежегодного индексации и увеличения. Но пока все это, все инициативы, которые в федеральную повестку носят, они не были, к сожалению, одобрены. Но я не исключаю возможность, что в новом созыве в Государственной Думе с новыми политическими силами, которые сейчас в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации представлены, возможно, возьмут какой-то положительный опыт предыдущих созывов, посмотрят на те законы, которые, может быть, стоит доработать, и все-таки их принять в интересах граждан Российской Федерации. А как Вы вообще лично оцениваете вклад Вашей фракции в общее дело законодательское? Ну, наша фракция – это, я считаю, что неотъемлемая часть законодательного собрания. Поэтому я считаю, что неважно, сколько депутатов в той или иной фракции представлено в законодательном собрании, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но, поверьте, участие каждой фракции, оно важно для самого законодательного собрания. Я уже говорил Вам о том, что в законодательном собрании 8 комитетов, и мы охватываем все комитеты и работаем в каждом. Вы говорили про бюджет. Вносили ли Вы рекомендации по исполнению бюджета на текущий год? Если вносили, то какие? Да, у нас сейчас идет, Вы сами знаете, что формирование бюджета на 2021 год, плановые пяти утра 2022-2023 года. Будет проходить публичное слушание бюджета. Мы сейчас готовим поправки к бюджету 2021 года, и поправка будет касаться, она такая социально ориентированная и направленная. У нас в области порядка 500 детей, которые страдают сахарным диабетом первого типа. И, к сожалению, они вынуждены постоянно делать мониторинг глюкозы, сахара в крови. И тот способ, который подразумевает мониторинг, это прокалывание пальчика, и это ежедневный характер носит. И я понимаю, что особенно для маленьких детей это такая боль постоянная, которую они испытывают. Сейчас есть новые методы, которые позволяют производить постоянный мониторинг уровня сахара в крови специальными датчиками, которые не предусматривают забор крови. Один датчик стоит порядка 4-х, около 5 тысяч рублей. Детей у нас таких около 500. Сейчас мы информацию эту уточняем. И мы будем предлагать внести в бюджет дополнительную статью расходов для приобретения новых систем мониторинга сахара в крови для того, чтобы за счет областного бюджета обеспечить наших детей современными методами мониторинга сахара в крови, которые страдают диабетами. Я считаю, что это очень важно. Были резонансные законы, например, о приватизации госимущества. На данный момент законодательное собрание утверждает план приватизации, но раньше, до принятия этого закона, этим занималась исполнительная власть лица губернатора. Какая ваша позиция, вашей фракции во время голосования по этому вопросу? И может быть, изменилась она или не изменилась? Ну, насколько я помню, наша фракция голосовала против того, чтобы законодательное собрание утверждало план приватизации государственного имущества. Но дело все не в том, чтобы какие-то полномочия забрать у исполнительных органов власти на законодательный уровень. Мы глубоко погружались в этот вопрос. И, насколько я помню, согласно этого закона, ну, надо понимать, что закон принят, закон работает и должен работать. Поэтому, как-то изменилось ли наше отношение к этому закону или нет, сейчас говорить смыслу нет, закон вступил в силу. И закон должен исполняться. На тот момент не было ни федеральной, так скажем, базы и закона, и регионального. И мы тогда с Аркадием Александровичем Боссом-Харченко разговаривали на эту тему. У нас позиция принципиальная была, еще повторюсь, то есть мы не против этого закона были. Мы предлагали не бежать вперед паровозы, не принимать этот закон на региональном уровне, пока не будет аналогичного закона на федеральном. Тогда бы мы просто наш региональный закон подвели бы под федеральную базу. Там буквально и тот закон уже был на выходе. И мы почему-то настолько ускорились, что бежали вперед паровозы, как я считаю. Поэтому сейчас закон принят и федеральный, и областной. Оба закона есть. Не знаю, уже не уточнял, есть ли какие-то различия. Но я думаю, что правовое комитет наше управление очень четко следит за всем этим. Если бы были какие-то разногласия, уже были бы внесены какие-то поправки в региональный закон. Ну, пока все работает в той нормативной базе, которая принята. Идет много разговоров о субсидировании муниципалитетов. В частности, о выделении крупной суммы денег на дорожные работы в муниципалитетах. 1,6 миллиарда рублей. Были споры, очень жаркие споры. Какая ваша позиция, ваша фракция? В целом, конечно, можно понять муниципальное образование. Им не совсем просто, я считаю, работать. Потому что они на передовой находятся. Лучше знают, конечно, проблемы довольно нового муниципального образования. В постоянном контакте с жителями. И я это вижу по своей депутатской деятельности. Очень много обращений от жителей поступает, которые муниципальные власти не могут решить. Решить они не могут не потому, что не хотят. Иногда и не бывает и финансовой возможности. Или она есть, но не в текущем бюджетном периоде. Поэтому работа там, конечно, колоссальная. Все, что касается перераспределения бюджетного дорожного фонда в пользу муниципальных образований, то там несколько было моментов. Во-первых, еще в 2018 году мы договорились и приняли такое решение, что 50% транспортного налога будет оставаться в бюджетах муниципальных образований. То есть это уже те денежные средства, на которые муниципальные образования точно могут рассчитывать и понимать, какие дороги ремонтировать им в первую очередь. Кроме регионального дорожного фонда, в каждом муниципальном образовании есть свой дорожный фонд. У них, в конце концов, есть свой бюджет. И это их полномочия на содержание, на ремонт муниципальных дорог. Но этих средств, видимо, оказалось недостаточно, чтобы привести в нормативное состояние все эти муниципальные дороги. Тогда встал вопрос, как еще помочь муниципальным образованию. Было предложено направить ту сумму, о которой вы сказали, в муниципалитет. Меня как бы беспокоило только две вещи, по большому счету. Как эти денежные средства будут распределяться среди муниципальных образований. Ведь все они разные. И сети, протяженность автомобильных дорог, тип автомобильных дорог, покрытие, оно тоже разное. Мы с этим вопросом работали с ассоциацией муниципальных образований. И выяснилось, что зачастую муниципальные образования даже точно не знают, сколько километров дорог у них есть. Потому что не выполнена паспортизация этих объектов. Они не стоят там на балансе где-то, где-то на учете. И четкой картины даже сами муниципальные образования не имеют, по большому счету. И не было методики распределения. То есть можно было бы разработать методику и распределить согласно протяженности автомобильных дорог, технических муниципальных образований. Ну, логично, допустим, переравнять один километр, условно. И таким образом распределить эти средства. К сожалению, методики нет и сейчас. Сейчас уже при формировании бюджета на 2021 год, уже четко слышны заявления представителей других фракций, которые постановлением законодательного собрания уже рекомендуют администрации Владимирской области выделить не менее 2 миллиардов рублей, плюс к тем денежным средствам, которые были или до сих пор сейчас находятся в муниципальных образованиях. И было больше вопросов, чем ответов, собственно, на этот вопрос. То есть, с одной стороны, есть четкое понимание, что муниципальные дороги ремонтировать нужно, а с другой стороны, столько вопросов, на которые ответить никто не может. Далее. У нас есть региональный дорожный фонд, который в том числе содержит и региональные дороги. Та же самая дорога Владимир-Мур, региональная дорога, по ней ездят такие же граждане, которые живут в муниципальных образованиях. И была позиция директора Департамента дорожного хозяйства Владимирской области о том, что если эти денежные средства передать всё-таки муниципальным образованием, они не смогут выполнить национальный проект «Безопасные качества дороги», в который Владимирская область входит. Тогда ставилось под угрозу срыв национального проекта вообще в целом. Но мы бы сейчас по стране где-нибудь загорелся бы красный цветопор и сказали, что Владимирская область не справилась с теми обязательствами, на которые себя взяла. То есть, с одной стороны, муниципалам помочь, а другой – сорвать проект национальный. То есть, тоже согласитесь, непростое решение. И прекрасно понятно, что тот же самый бюджет и дорожный фонд – это не мешок с подарками Деда Мороза. Он чётко регламентирован и понятен. Если мы сейчас ремонтируем муниципальные дороги, значит, регионально у нас приходит в ненормативное состояние. И вот эти все совокупности мы тогда, наверное, не поддержали, конечно, перераспределение в таком объёме. Можно было бы посмотреть, может быть, в каком-то меньшем объёме муниципальным образованием этих денег добавить. Потому что есть опасения. Буквально недавно был наблюдательный совет по реализации и национальных проектов, и вообще по исполнению бюджета Владимирской области. Вячеслав Павлович Кузин, первый заместитель губернатора, директор Департамента финансов, сказал, что кассовое освоение по дорожному фонду очень низкое. Если я не ошибаюсь, где-то на конец лета не было и 50%. Это говорит о чём? Что в тот промежуток времени, это именно лето, когда время года позволяет заниматься теми видами строительных работ, а именно дорожными работами, не были исполнены. И не в полном объёме. Мы за это тоже переживали, что когда муниципальное образование столкнулось с тем, что им сейчас дадут приличный объём финансирования, они не смогут в каких случаях расторговаться, ещё что-то. Есть риск, всегда он есть, и недобросовестных подрядчиков, которые выходят, заключают контракт, потом бывает срыв и так далее, и контракт не выполняется. Сейчас мы на самом деле увидим по концу года, по кассовому исполнению, всё-таки смогли муниципальные образования все эти денежные средства освоить или нет. Я, к сожалению, думаю, что не все муниципальные образования справятся с той работой, которую на них возложили по ремонту муниципальных дорог. Где-то эта работа проводится в достаточно высоком уровне, там, во Владимире мы видим, сейчас как бы работа идёт, и дороги ремонтируются. Но здесь про Владимир им, наверное, больше всех досталось денежных средств в связи с тем, что у нас сейчас рупенских проездов строится. А вот некоторые муниципальные образования вызывают, конечно, вопросы. И здесь, наверное, я и руководителя счётной палаты председателя просил больше внимания уделить своей работе, именно как эти денежные средства осваиваются. И если не осваиваются, то почему? Не хотелось бы сталкиваться с таким вопросом, когда часть этих денежных средств вернётся в область на беджи. Хорошо. В таком случае, как Вы, например, видите решение проблем с дорогами? Если касаться конкретного вопроса взаимоотношений администрации области и муниципальных образований, надо, конечно, посмотреть 2021 год. Что отремонтировано, сколько отремонтировано, сколько ещё нужно отремонтировать. Ведь это тоже, вот сейчас огульно говорить, давайте мы дадим ещё 2 миллиарда, а может быть, какому-то муниципальному образованию денежного средства столько и не нужно. Или нужно, наоборот, ещё больше. Понимаете, пока нет ни у кого во главе прозрачной ясной картины. А она будет только тогда, когда муниципальные образования будут знать, сколько у них дорог, какого они типа, к какому типу относятся. И когда будет произведена паспортизация этих всех объектов, когда они будут все стоять на балансовом учёте, и только после этого можно к этому вопросу подходить более, так скажем, рационально. И опять же повторюсь, нужна чёткая система распределения, какие нужны средства. А сейчас опять порождать 2 миллиарда рублей, я считаю, что это как минимум неправильно. Как Вы считаете, нужно выстраивать финансовую политику с муниципалитетами? Нужно ли им больше самостоятельности или нужно их финансы под больший контроль взять? Органы местного самоуправления, они к органам государственной власти, естественно, не относятся. Они рекламентированы федеральным законодательством. И на протяжении, наверное, последних трёх лет муниципальным образованием очень много и полномочий переданных было осуществлено. Но полномочия, это и бюджетные обязательства были переданы. И если сравнивать, допустим, с предыдущей пятилеткой, там, быть на Светлане Юрьевне Орловой, которые, по моему мнению, как раз гайки до такой степени муниципальным образованием загрутили, то сейчас видно, что есть определённые послабления, и муниципальные образования стали более самостоятельными. И я уже говорил, что и полномочия передаются, а полномочия без бюджета не передаются, значит, для этих полномочий нужны бюджетные расходы. Тот же вопрос по муниципальным дорогам. Когда мы столько денег выделяли на муниципальные образования? Никогда. Как Вы считаете, хорошо ли это, или нужно гайки закручивать? Нет, я считаю, что помогать нужно. Какие достижения в исполнении депутатских наказов Вы считаете самыми важными за эти три года? Может быть, что-то удалось исполнить, а что не удалось? Ну, их можно по-разному вызывать, и наказы, и обращения граждан. С наказами избирателей, мне кажется, только этот созыв начали более качественно работать, когда все депутаты Законодательного собрания имели возможность эти наказы избирателей ежегодно собирать, оформлять их, ну, большую работу проделал Законодательное собрание в целом. У нас там 38 депутатов, у каждого свой избиратель, каждый ответственный за свой округ, будь тот одномандатный или там многомандатный. И наш аппарат Законодательного собрания, комитеты, большую работу проделали над темой, я сейчас не говорю про конкретно нашу фракцию, а вообще в целом, раньше такого не было. Когда все наказы были сгруппированы, объедены по своей сути и тематике, и ежегодно при планировании бюджета, в том числе эти наказы, в качестве постановления Законодательного собрания передаются в администрацию Владимирской области. И при формировании бюджета Вячеслав Павлович Кузин это всегда отражает, что часть тех или иных наказов, пожеланий, они находят отражение в бюджете Владимирской области, и они реализовываются. Что касается своей работы, работы фракции ЛДПР, наверное, можно коснуться таких крупных вопросов, которые касаются сразу жителей целых населенных пунктов. Это, вы помните, был вопрос и по размещению национального парка в Сильвановском районе, когда жители были категорически против. И мы эту ситуацию изучали и поняли, что национальных парков и заповедников на территории Владимирской области более чем достаточно. А если еще нам национальный парк сейчас навяжут в Сильвановском районе, то это будут серьезные ограничения для любой хозяйственной деятельности любого предприятия и любого жителя этого района. Я считаю, что и с жителями мы встречались, проводили и сходы жителей, на которых я лично принимал участие. И губернатор об этом докладывал. После чего, я считаю, не то, что определенное достижение, я считаю, что вклад нашей фракции в решение этого вопроса есть. И Владимир Владимирович Сипягин, вы знаете, что наш однопартийец поддержал нас в этом и направил тогда в свое заключение о том, что он считает нецелесообразным нахождение национального парка в Сильвановском районе. И этот вопрос закончился, и теперь жители могут спокойно себя чувствовать, строить дальнейшие планы. Подключались неоднократно с трассой М-12. Я уже вам говорил, что это прям будоражило по всему муниципальному образованию, по которому этот раз сейчас строится. Станции скорой медицинской помощи города Владимира. Система здравоохранения. Каждый муниципальный район, и там какие-нибудь проблемы найдутся. Я уже не говорю сейчас про Александровские свалки, эти вопросы больше губернатора касались, конечно. Когда он баллотировался в 2018 году на этот пост, он обещал не допустить завоза московского мусора. И мы сейчас видим, что, собственно, никакого московского мусора-то и не заводится на территорию Владимирской области. Проблемы водоснабжения города Гороховец. Из года в год она продолжалась. И, наконец-то, в этом году начали строить новые водозаборные сооружения, которые позволят напитать город нормальной качественной водой. Вопросы дольщиков по микрорайону Коммунар, которыми я лично занимаюсь уже на протяжении двух лет, наверное. И, наконец-то, я так уже вижу, что этот вопрос будет окончательно закрыт. Очень сложный вопрос, на самом деле. Там такая колоссальная работа проделана и проектировщиками, и департаментами, и инспекцией по охране объектов памятников культурного наследия Владимирской области. Вроде бы казалось, все просто, там вопросы все на поверхности лежат. Но вот с этими двумя этажами жители уже измучили. Они, бедные, не могут вступить в право собственности этого объекта уже столько лет. Рабочая группа еще создавалась при вице-губернаторе Гадунине, Романе Сергеевиче. Так, может быть, скажу, что некоторые депутации из других фракций сначала к этому вопросу подтянулись. Но кроме себя самого я там уже никого не вижу, и очень давно работаю сам с этой проблемой. И сейчас, наконец-то, тот проект по изменению зоны охраны памятников культурного наследия города Владимира, он уже находится в Минкульте. Есть там замечания определенного характера к этому проекту, которые сейчас будут в проектной организации исправлены. И будет положительное заключение губернатора. И я больше чем уверен, что введут этот дом, и, наконец, жители обретут свое настоящее жилье. То есть, вот к таким вопросам и фракция, и ЛДПР, и я, как руководитель фракции, постоянно подключаюсь и решаем эти вопросы. Дай Бог, чтобы все получилось. Давайте оставим деятельность вашей фракции, давайте поговорим про ваших коллег. Какие у вас отношения с другими фракциями? На каких принципах вы строите сотрудничество с другими фракциями? Ну, отношения со всеми фракциями нормальные. Да и у всех фракций, друг с другом. Может быть, кажется, что на заседании законодательного собрания какие-то здесь такие громкие дебаты иногда идут по тем или иным вопросам. Но в целом работа фракции за камерой, она носит такой технический характер. И есть некоторые инициативы, когда вообще все фракции единогласно и закон разрабатывают, и поддерживают его. И это на примере статуса у детей войны, когда все фракции подписались поднесением этого закона. И теперь это официальный статус жителей Владимирской области, который еще не урегулируем на федеральном уровне, к сожалению. И есть ряд других законов, которые также вносились всеми фракциями. Но есть, конечно, спорные моменты. И они были, и, наверное, будут. И это нормально, это живая дискуссия. У каждого, наверное, свои взгляды какие-то. При формировании бюджета кто-то просит уделить больше внимания на какие-то конкретные статьи расходов, кто-то на что-то другое. Бюджет у нас один. И, конечно, если бы он был бы как в Московской области, наверное, вопросов было бы друг другу меньше. То есть предложений много, но приходится к какому-то рациональному такому итогу подходить и договариваться между собой. Ну, естественно, отпечаток определенный накладывал то, что у нас три года был губернатор Владимирской области от фракции ЛДПР, от партии ЛДПР. Здесь невооруженным глазом все-таки было видно, ну, определенная такая напряженность в работе, там, допустим, фракции Единой России и нашего губернатора. Ну, работали, работали, находили общий язык. Надеюсь, будем дальше также работать. Владимир Сипягин, ваш однопартиец, ушел в Госдуму. Как вы считаете, изменится ли работа вашей фракции, а может быть и всего законодательного собрания, вместе с администрацией Александра Александровича Авдеева? Я могу сказать за свою фракцию, что мы всегда настроены работать в общих интересах жителей Владимирской области и всегда будем ставить прежде всего на это. Как себя поведет Александр Александрович, пока непонятно, он себя еще никак, так скажем, не показал. Кроме общего знакомства и пресс-подхода, который у него состоялся на прошлой неделе, мы, собственно, пока ничего не видели. Я надеюсь, что у Александра Александровича будет достаточно времени, чтобы во всех вопросах разобраться, встретиться также с руководителями фракции в законодательном собрании. Я больше чем уверен, что это рано или поздно произойдет. Александру Александровичу можно только пожелать удачи в своей работе. Год для него будет этот непростой, поскольку нужно всю Владимирскую область, всю территорию, как бы, проехать ножками, пройти, с главным муниципальным образованием познакомиться, выникнуть во все проблемы, которые у нас есть, а их немало. Поэтому, я так понимаю, у него есть желание не только отработать этот год 2021-2022, а еще и принять участие в выборах губернатора, которые состоятся в 2022 году, завоевать авторитет, выстроить конструктивные отношения с руководителями муниципальных образований, законодательным собранием. Я думаю, что не готов ответить, в чем мы будем поддерживать или не поддерживать, потому что пока непонятно, какие решения он будет принимать, но помогать мы в любом случае готовы при исполняющем обязанности губернатора Владимирской области и работать вместе в интересах жителей Владимирской области. А давайте такой вопрос сформулируем. Чего бы хотели Вы избежать в работе с исполняющим обязанности губернатора? Избежать. Я бы, наверное, хотел избежать недостатка общения с губернатором Владимирской области. Потому что с губернатором Владимиром Владимировичем Сипягином мы очень плотно работали и взаимодействовали очень конструктивно. Без каких-либо проблем я всегда мог к нему по какому-то вопросу обратиться. По какой-то проблеме, которая вдруг возникла и касается большого количества людей. Где-то что-то там, перебои с электроснабжением, где-то еще какая-то аварийная ситуация случилась или еще что-то. Я всегда знал, кому можно в этой ситуации позвонить и какие меры после этого последуют. И мне очень комфортно было работать с Владимиром Владимировичем Сипягином. Я хотел бы, чтобы с Александром Александровичем у нас продолжились тесные, плотные рабочие отношения. Спасибо Вам огромное, Сергей Викторович. С нами беседовал Сергей Корнишов, вице-спикер законодательного собрания, руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании. Всего Вам доброго. Спасибо и Вам до свидания.